Доброе утро, Полтава! Доброе утро, Полтава! Сегодня у нас в гостях актеры, как правильно ваш театр называется? Театр-студия-сцена. Да, Любовь, Михаил и Ольга. К нам пришли проанонсировать... Я почему их позвал? Иду в субботу с семьей гуляем, девочка подходит, нам такую листовочку дарит, и смотрю, детский спектакль будет. И я поэтому отреагировал так, и сразу там номера телефонов, позвонил ребятам сразу же. Ребята, слава Богу, согласились. Ну, а теперь мы их позвали. А где прозвали театр для начала? Ну, вот мой театр-студия-сцена – наследие ранее нашумевшего театра «Гротеск». То есть от создателя, руководителя театра «Гротеск» и сцены, наш Анатолий Борисович Трюку. Эта студия уже существует больше 40 лет. Выпустил больше 6 тысяч учеников. Сейчас 40-летие приблизительно, а на момент 30-летия было, ну, почти-то на что больше 6 тысяч. Вот, учился он в Щукинском училище, ярый приверженец старой школы, школы Станиславского, и вот передавал свои знания нам. А сейчас вот у нас руководитель Ирина Васильевна, к несчастью, Анатолий Борисович этим летом покинул нас, и вот мы пытаемся продолжать это дело. Ну, не могли бросить это. Работать в детском спектакле, либо жизнь взрослая? В данный момент у нас готов один детский спектакль «Волшебники изумрудного города». Конечно, есть планы. Моя любимая сказка. Вот, видите, да, сказка замечательная. А зачем приближен к сказке? Немножечко есть там по сюжету, то есть сценарий немножко преображен, скажем так. А так, в принципе, да. То есть там есть смысловая нагрузка. Почему взяли именно этот сценарий? Ну, знаете, это, наверное, больше Анатолий Борисович. Вот он мог найти, скажем так, самое главное и показать зрителю это в такой ясной форме. Ну, то есть наш спектакль, он учит детей, что такое важно, ну, как важна дружба, что с помощью дружбы можно любые горы свернуть, как важно в себя верить, что если поверишь в себя, можно что угодно достигнуть. И вот Анатолий Борисович умудряется это не просто передать, а что оно каждый ребенок поймет. Кто из вас, какой играет? Вы же актеры, дождь, и все. А как вы думаете, кто отрицательный персонаж? У нас Оля играет отрицательный персонаж, служит злой ведьмой Бастинду. Хотя по ней не скажешь. Да, это просто... Перевоплощение. Да, да. Да, процесс перевоплощения, конечно, да, очень интересен и интересен. И что, кто Лев? Я, удивительно, и Лев, и Страшила. Одновременно. Да, да. Как он из-за Каролито играет? Ну, там есть возможность, просто, вот, опять же, Анатолий Борисович, благодаря нему так составлено, что есть возможность одному актеру сыграть. Но обычно так и есть на сцене. Один актер может и менять, иди с ним разу. Да, ну, просто часто из-за этого страдает качество. А у нас вот Анатолий Борисович считал, что качество это гораздо важнее, чем количество спектаклей. А ты кого? Люба репетирует. Я пока что... Басти иду. Ага, пока что только начинающие. Сколько вы уже в театре, ребят? Я не поняла. В театре? Ну, мы с Мишей 4 года. Да, 4-5 год пошел. И еще у нас одна девочка, она с 12 лет, наверное, поступила. И вот сейчас она в девятом классе на Шаэле. Вот она тоже 4 года. А остальные ребята года полтора. Вообще у нас разнообразные, самые разные люди сопрались и объединились одним делом. Каждый из нас находит что-то для себя в процессе работы. Вы знаете, так просто на словах не объяснишь, но само осознание того, что вот это прекратится, это просто в голове не укладывается, это... Ты понимаешь, что это жизнь, то, чем ты должен заниматься. То есть без этого... То есть ты будешь в театре, да? Ну и честно, я не знаю, что будет, если не было бы театра, что было бы. Дома вы в роли? Вот в семье как-то... Это ощутимо для семьи? Нет. Как раз нет. В этом вся прелесть, что в семье максимально искренней. Ну так же, как и на сцене, в принципе. Но ты уже другой человек на сцене. Вопрос в том, что нас учили всегда, что все моменты, которые дома, ну и что может отвлекать. Мы переходим на репетицию, переходим за порог, и все это остается там. И мы в работе, у нас своя атмосфера, то есть... То есть дома не репетируете перед зеркалом? Не, ну вообще перед зеркалом нежелательно, да, репетировать, чтобы не было наигрыша. А вообще, ну да, конечно, дома репетируем, но в основном я имею в виду больше работы там в коллективе, то есть... Вы часто говорите слово работа. Театр для вас все-таки работа. Я правильно понимаю? Ну, знаете, говорят, что в театре не работает, а служит. Ну да. Но, скажем, это большая работа, которая приносит удовольствие. То есть это не то, что... Какие самые забавные моменты были, ну хотя бы одесс-помните, за время репетий, хотя бы данного представления? Ну, само по себе, оно уже должно быть веселым. Взять хотя бы вчера... Ну, мы когда репетируем, пытаемся вот по школе Станиславского все достигнуть той нужной эмоции, когда эта эмоция не дося... Ну, тяжело дается. Просто такие курьезные случаи. У нас был Анатолий Борисович часто... Ну, так... Юморил, мол... Что если бы Элли переделать на Новый Лад, как сейчас любят переделать, что это там какая-то чуть ли не рецидивистка, знаете, вот так вот это если представить, ну... Я помню в свое время, что занималась подобными делами, то у нас назывались капустники. Такие мероприятия, когда мы на Новый Лад переделывали какие-то спектакли. Были ли у вас такие? Застал я, наверное, к сожалению, один капустник. Ну, это мы в РДК, там были на водне утренники, мы были коллективами культуры, вот. И там преподаватели, руководители всяких коллективов, они сделали для нас тот же утренник, но только переделанный, то есть этот. И я вам скажу, благодаря Анатолию Борисовичу, этот капустник был насколько юморной, ну, просто как-то умудрялся своим присутствием всего лишь вызвать смех. Когда спектакль, во сколько? Детям хоть бесплатно плакать, расскажите. Вот спектакль наш пройдет 11-го числа в Доме культуры железнодорожников на час дня, вот деткам, да, вот афиша, билет стоит 30-40 гривен, но мы также работаем на незащищенные слои населения, то есть мы пригласим и детей Донбасса, идет... там малозабеспеченные, да, мы тоже в районе, да. Да, да, районная служба социальная, городская. То есть незащищенные... Да, но мы понимаем, что не у всех есть возможность. Мы как бы неприбыльная организация, нам нужно как-то существовать, но мы все равно стараемся. На сегодняшний месяц у вас будет концерт, в субботу. В выступлениях, и это будет однажды, один раз. Пока, да, мы пока договорились. Ну как, мы уже играем достаточно долго, я не знаю сколько... Это около больше 10-ти мы сырали спектакли, мы просто больше по району катались, вот около месяца назад в Тахтаулова сыграли, там в Доме культуры для местных деток. Где лучше публика вас, по-моему? Там, вы знаете, дети, дети это дети. Ну, скорее поселка. Да, город немного закрыт, наверное. Ну, знаете, там еще такой момент играет, что в селе дети знают друг друга, и когда на спектакле они сопереживают, они участвуют в спектакле, и когда они знают, они, ну, не стесняются, что ли, они не сдерживают, они вместе сопереживают. Да, если один коллектив, тогда хорошая, ну, быстрее все они реагируют. И знаете, бывает волнуешься на спектакль, а услышишь, как первая картина, так буквально, уже сопереживает, и прям камень с души, и все, все отлично. Саш, все есть? Надо идти смотреть. Приходите. Мы всех желающих приглашаем на этот спектакль. Ну, по нынешним временам, я считаю, не такие, это уже большие деньги для того, чтобы увидеть театр, увидеть спектакль. 30-40 гривен, это на сегодняшний момент, это ничто. Поэтому, ну, мы видим ребят, мы рекомендуем. Приходите, смотрите, приводите детей, самое главное, с театром надо дружить. Ну, вы заметили, наверное, мы со Светой уже переходим на театралов, приглашаем, постараемся театральных деятелей, актеров приглашать. Ну что, всем доброго утра. Я думаю, что встретимся, может, не встретимся, но постараемся встретиться 11-го числа, в 13.00 на спектакль. Всем удачного дня, хорошей недели. Доброе утро, еще раз. Доброе утро. Дости, нового понедельника, самое главное.